Друзья, привет! Сегодня бы хотел поговорить о таком регуляторе, как Castle Copperhead, посмотреть, что он из себя представляет, и немножко сравнить его с Mamba X. С завода он идёт без разъёма питания, я считаю это хорошо, потому что всё равно каждый припаивает такой, какой ему нужен, ну и плюсом это немножечко всё равно удешевляет данное изделие. Напомню, что он идёт дешевле, чем Mamba X. Функции AUX у него нету, просто сигнал. Вентилятор не подключается к регулятору. То есть напомню, что у Mamba X, когда регулятор нагревается, только тогда включается вентилятор. Это хорошо, во-первых, это увеличивает срок службы вентилятора, уменьшает уровень шума, ну и экономит какую-то копеечку заряда нашего аккумулятора. Здесь же просто проводок, разъёмчик, подключаем к приёмнику и погнали. Я его тестил от 3 до 8 вольт, прекрасно работает, понятно, что обороты при этом будут разные. Корпус у него пластиковый, у Mamba металлический, но он полегче. Спецификацию на самом деле вы можете обоих регуляторов посмотреть на сайте, в подробности сейчас сдаваться не будем. Скажу, что здесь Data Lock также есть, он попроще. Back есть неплохой. Также здесь приятный бонус, это гильзочки. В случае чего, если у нас случится какая-то проблема с проводом питания, захотим, например, удлинить или ещё что-то, их можно без проблем перепаять. У X-ухи такого нету, придётся разбирать регулятор. У Micro X, да, есть гильзочки. Хотел бы немножко поговорить о вентиляторе. Вентилятор здесь точно такой же, как и на X-ухе, но я советую, что сделать. Наклеечку убрать, саму платку загерметить, там втулочка, втулочку смазать, всё это либо этой же наклейкой, либо чем-то другим собрать, и он у вас будет ходить очень долго и счастливо. Также у него вот здесь такой момент. Вот этот разъём сенсора, разъём сигнальный, он просто вот открыт и через время окислится. Его тоже лучше загерметить, потому что все знаем, что у Кастлова с сенсором вечные проблемы. Данный регулятор я планирую использовать на РЭБе, с мотором 3800 оборотов на вольт. Честно, я уже подключал его, подключал с сенсором, подключал без сенсора. Там сейчас на РЭБе стоит у меня сурпас хобби 80 амперный, и он не кокет, всё хорошо, но старт у него происходит достаточно на больших оборотах. Данный же регулятор прям шикарно вообще низы держит, то есть модель, вот минималка значительно ниже стала. Да, он чуть-чуть поёт, конечно, подпискивает сурпас, тихо работает, но тем не менее, что думаю, с данной штукой на тачке будет гонять немножко поприятней. Всем спасибо за внимание, надеюсь информация была для вас интересной. Ставьте лайки, дизлайки. Всем пока.